А вы знали, что во время этой сцены в Скрытой Угрозе там был еще один Ситх, который просто остался за кадром? Данный эпизод подробно описан в романе Дарт Плэгас, признанном одним из самых значимых произведений по вселенной Звездных Войн, где рассказывается о пути императора Палпатина к вершинам власти. Согласно книге, в период событий Скрытой Угрозы Сидиус вместе со своим учителем активно воплощали в жизнь великий план Ситхов по захвату власти в галактике, и Дарт Плэгас действительно находился рядом, когда Палпатин отправлял Мола на Татуин. Решение задействовать за брака стало ответом Ситхов на действия канцлера Валорума, направившего двух джедаев на помощь королеве Набу. Поручив своему ученику встретиться с Молом, сам Плэгас предпочел остаться в тени и понаблюдать за их встречей со стороны. Речь шла вовсе не о том, что Плэгас не доверял Сидиусу, но он никогда не видел Мола вблизи, и взаимоотношения Сидиуса с учеником возбуждали его любопытство. Он знал, что они редко встречались за пределами заводского района, не говоря уже о том, чтобы глухой ночью разгуливать по балкону одного из самых роскошных строений Корусанта, закутавшись с головы до пят в плащи с капюшонами. Сведя почти к нулю свое присутствие в силе, Плэгас наблюдал за ними издалека. Рядом притулился его личный дроид 11-4D. Вторжения на Набу и ее оккупация шли полным ходом. В настоящее время боевые дроиды прочесывали болото в поисках самых крупных подводных поселений туземцев-гунганов, в надежде устранить эту потенциальную угрозу еще в зародыше. Но два джедая, королева Медала и ее свита из служанок-двойников и охранников, сумели прорваться сквозь блокаду. При непосредственном участии Мола на пропавший корабль были посланы несколько поддельных сообщений от королевского советника Сиа Библа, и одно из них дало слабый обратный сигнал, с контролируемой хатами планеты Татуин. Первой мыслью Плэгаса было обратиться к Джаббе, чтобы тот задержал королеву. Но Мун быстро передумал, обеспокоившись тем, что темная сторона может потребовать от него взамен. «На Татуине мало поселений», сообщил 11-4D, повторяя слово в слово то, что Датамирский забрак говорил Сидиусу. «Если след подтвердится, я быстро отыщу их, учитель». «Продолжай», — негромко сказал Плэгас. Сидиус приказывает Молу разделаться с джедаями. Как только Квайгона и Оби-Вана не станет, Мол должен переправить королеву Амидалу на Набу для подписания договора, по которому планеты и ее запасы плазмы перейдут в собственность торговой Федерации. Сделав паузу, дроид добавил «Мол отвечает, наконец-то мы встретимся с джедаями, наконец-то сможем отомстить». Вдалеке от них Сидиус повернулся к Молу и 4D усилил чувствительность звуковых сенсоров. «Сидиус говорит, ты блестяще подготовлен, мой юный ученик. Джедаем с тобой не сравниться». Последние слова внушили Плэгасу дурное предчувствие, и он потянулся к силе, настраиваясь на ее бурлящие потоки. И пелена, затмевавшая будущее, раступилась, на миг открыв ему грядущее событие. Или события, которые могли бы свершиться. Так или эдак, увиденное его явно не обнадежило. Неужели они с Сидиусом просчитались? Не лучше ли будет спустить все дело на тормозах и положиться на то, что Палпатин победит на выборах и без захвата торговой Федерации его родной планеты? Как только джедаи узнают о существовании одного ситха, не начнут ли они масштабную охоту на остальных? Связь, которая сложилась между Сидиусом и Молом, была сродни отношениям отца и сына. Обратив все помыслы на настоящее, он упустил из виду один важный момент. Возможно, это последний раз, когда Палпатин и его ученик видят друг друга воплоти. Далее события развивались стремительно. Вопреки непредвиденным препятствиям, превосходные навыки следопыта вывели Мола на пропавшую королеву, но с заданием он так и не справился. Забрак схлестнулся в поединке с Квайгоном, но джедаи и его спутники во второй раз сумели ускользнуть. Мол не погиб, как изначально боялся Плэгас, но Алый Клинок выдал в нем ситха, и сейчас джедаи, Амидала, ее охрана и служанки на всех парах летели на корусант на сверкающей королевской яхте. Сидиус велел Молу отправиться на Набу, чтобы проследить за ходом оккупации, где его ждала новая, еще более жестокая схватка с джедаями. Но как так вообще получилось, что Плэгас позволил Сидиусу взять себя ученика? Ведь оба ситха были хорошо осведомлены о правиле двух. Дело в том, что Дарт Плэгас относился к этому правилу с определенной долей скептицизма и желанием его преодолеть. Правило двух, введенное Дартом Бэйном примерно тысячу лет назад, гласило, что одновременно могут существовать только два ситха – учитель и ученик. Один, чтобы воплощать могущество, а другой, чтобы жаждать его и в конечном итоге убить своего наставника, заняв его место. Таким образом обеспечивался прогресс и развитие династии ситхов, которые должны были становиться сильнее с каждым новым поколением. Однако Плэгас был более амбициозен и всерьез рассматривал возможность разрушения этого цикла. Он стремился к абсолютной власти над силой и планировал вместе с Палпатином уничтожить саму смерть, стать бессмертными и вечно править галактикой. Плэгас понимал, что правило двух вполне может быть отменено, если ему удастся достигнуть желаемого. Он действительно верил в то, что в ближайшем будущем наступит момент, когда ученику не придется убивать учителя, и они вместе смогут трансформировать правило двух в правление двух. Погрузившись в свои исследования, Плэгас утратил бдительность и не учел, что его собственный ученик, как того и требуют древние традиции ситхов, может попросту предать и убить его, его, несмотря на их общий замысел. Он не стал волноваться, когда Палпатин сообщил ему о своем желании начать обучение найденного им датомирского забрака. К тому же Сидиус хорошо подготовился к такому разговору и объяснил Плэгасу, что хочет обучать Мола искусством ситхов не как полноценного ученика, а как орудие для выполнения их особо сложных задач. Он и помыслить не должен о том, чтобы стать истинным владыкой ситхов. Лишь знатоком маскировки и рукопашного боя, от которого можно избавиться, как только в нем отпадет нужда. Плэгас, хотя и был удивлен таким предложением, все же согласился. Он разрешил своему ученику обучать Мола и постепенно развивать его способности, но при этом не раскрывать ему истинные цели ситхов, пока тот не докажет, чего стоит. Также забрака нельзя было отправлять на битву с их врагами, прежде чем Плэгас сам не оценит его готовность. В ответ Сидиус склонил голову. «Я все понял, учитель. Сила все видит Сидиус», — молвил Плэгас спустя короткое время. «Она неотступна следит за равновесием в галактике, наделяя многих из нас мощью темной стороны, когда Свет пробыл у власти слишком долго. Этот забрак — доброе предзнаменование». «Владыки ситхов, что придут нам на смену, воздадут должное вашей мудрости, учитель», — со всей искренностью сказал Сидиус. Плэгас поднялся и коснулся его плеча. «Нет, владыка Сидиус, мы последние в своей династии». Он широким жестом обвел комнату. «Все, чего мы здесь достигли, преследовало лишь одну цель — сделать так, чтобы мы правили вечно». Сидиус промолчал, ведь, в отличие от Плэгаса, он верил в основной принцип Ордена ситхов, заложенный еще Дартом Бэйном, и в конце концов воспользовался слабостью своего учителя, чтобы избавиться от него. Таким образом, хотя Плэгас и стремился выйти за рамки правила двух, он все же стал его жертвой, не успев реализовать все свои замыслы. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео!